Я точно так же, как и у него, скажу доброго возраста святого дня. Вы знаете, всегда приятно встречать утром с мамой на земле, с этой свежей мамой, которую Господь посылает для каждого святого Божьего. Я верю всем своим сердцем, что нечто сегодня действительно будет благоприятно нашим духовным организмам от той манны, которую мы просто соберем сегодня. Вчера мы собрали замечательную манну, наслаждались. Я верю всем своим сердцем, что везде вы были благословлены. Почему я в этом деле? Потому что я был благословлен. Я не хочу сказать, что я критик, но то, что выгнал вчера брать Дима, это действительно шедевр. Почему? Объясню. Знаете, когда у тебя перед глазами нарисовывается наследство, это всегда приятно. И знаете, когда еще нарисовывается наследство не вот это материальное, ощутимое какое-то, а когда оно вообще безграничное. Не то, что там машину оставили в наследство, дом оставили в наследство, и машина она временная, и дом временный. А тут не заканчивается. Все время есть. Всегда приятно. Аминь. Слава тебе, Богослови. Господь. Слава тебе, Господи. Действительно, очень было вчера, ну как хорошо. Слава тебе. Счувствовал себя. И я думаю, что и брат Павел после всех этих перепитий, там каких-то, я не знаю, сердечных, там еще каких-то. И тогда я тоже почувствовал себя замечательно, потому что уже прямо там, во время общения, там за столом, да, у него уже появилось вдохновение. Я очень ценил то, что брат Дима нашел в истории об Иовее, аминь, когда от патриарха к патриарху, от патриарха к патриарху, точно так же от служителя к служителю, от служителя к служителю. И, конечно, это всегда, знаете, ну, как, я скажу, гармонично, всегда это создаёт гармонию. Почему? Потому что когда я был 50 дней, я приходил вот так в предыдущий день на освежение, все это было, знаете, вот так программно, песни, молитвы, общие там и так далее. И тогда выходил один проповедник, выходил другой проповедник, выходил третий, иногда их было семь, иногда пять, иногда три. Но, тем не менее, как бы там ни было, но каждый из них говорил на какую-то свою тему. И не было никакой последовательности, не было никакого движения, так скажу, потому что тебя бросало так из одной стороны в другую, то вверх, то вниз, то вправо, то влево. И когда заканчивалось служение, ты выходил, по-моему, ещё более пусточий, ты пришёл. И здесь вчера произошло нечто, Бродина просто вот так вот взял и, знаете, вот так раскатал ковёр, да, по которому необходимо идти, идти туда к своему наследию. И Брод Павел, невзираемо на какие-то там свои болячки и так далее, он уже начал двигаться по этому ковру, и он не сдерживался и говорил нам вчера, что, ну, ещё что-то, ну, ещё что-то. Я был очень рад не только его вчера слушать, но и видеть, потому что мы с ним не виделись очень давно, мы пошли очень такой, знаете, длинный путь в этой жизни. Дима для меня, особенный брат, мы с ним были в таких переделках, даже милица нас с ним, привлекли к ответственности, и он там, да, не успевал даже на пояс, это было на вокзале, да, пришлось мне его там буквально на ходу впрасывать. И потом я его посадил в один самолёт, где вообще не было места, он летел в багажном вагоне, в отсеке, так что было очень много такого, знаете, но, тем не менее, он был рад видеть меня, я был рад видеть его, знаете, всегда радостно, я хочу сказать, что я также рад видеть всех вас. У меня тоже, к вам тоже особенное чувство, ещё начиная с 97-го года, я был здесь из месяца в месяц, а месяца раз, да, помнишь, как ты даже в Кив приезжал, и ночевал у нас, да, и многие-многие, и брат Валера, благословительный Господь, куда ты там ушёл, да, и многие, вот, всё знакомые лица, и какие-то страна, да, где твой сын, брат Валера. Я помню, я проповедовал им прямо там, в этом военном училище, он ещё был такой молодой курсант, ему было так лет 17, наверное, сейчас уже, смотрите, бой офицер, да, слава Богу. Так что, ну, что ещё сказать тебе, ну, я очень рад, очень рад, что Павел меня пригласил, в Вильнюс туда, к себе, и я давал свидетельство о том, что действительно, всём этом, Бога Божья, многие из нас слышали, Я подчеркну, что действительно, это так. Почему? Потому что Бог, он, знаете, он не изменяет своих действий. У него всегда всё одним и тем же образом происходит. Вот почему очень легко, знаете, как Павел говорит относительно дьявола, что там нам небезызвестны его умыслы, да, да. А почему? А потому что мы знаем, что подобно как Бог не изменяется, так и дьявол не изменяется. Да. Дьявол просто подражает всему Божьему. Если ты знаешь дороги Божьей, если ты знаешь пути Божьей, то ты знаешь и пути дьявола. Это нам небезызвестны его умыслы, но ты всё время знаешь, что вот тогда Бог вот так вот поступил, слава Богу, а мне не знаешь, что сейчас выйдет на передовую яву, да, и ты знаешь, с чем он даже выйдет. Поэтому всегда так вот это, ну, знаете, чувствует себя в безопасности. Почему? Потому что ты защищён. И благодарение Богу за эти приглашения, за то, что я действительно смог приехать сюда, в Венецию, увидеть снова всех вас. В тот раз я проезжал немножко, как бы, это, ну, такие были обстоятельства вынужденные, да. Почему? Потому что я тут попал под Венецию, вот как ехать в Рату Саши туда, этот мост, сюда, в Нажмеринку, там я попал в Гаварию, да, и мне, там, повредил немного голову, но брат Воляр, он там где-то опять спрякался. Привёз меня сюда, и я увидел здесь, и мы общались, и хорошо так всё, и люди, молодёжь здесь была, мама уехала, там поженились у тебя, Павел, выходили замуж, я знаю, да. Так что, ну, и я, как уже сказал в начале, всегда очень ревностно отношусь к тому, как действительно начинается служение, которое, ну, выглядит как такой мини-свестер, потому что у нас здесь несколько служителей, и Дима заложил, как бы, ну, он дал, дал основание, да, он создал атмосферу, он просто, ну, как бы, правильно, дал направление, вот так вот скажу, правильно, да, дал направление, и когда служителя вот так вот просто на этой волне, да, которую вот так вот раздул Дима, начиная дальше, 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 и собрание за Рим, это всегда ведёт к чему, к росту, ну, когда действительно собрание начинает уже, становиться чуть-чуть взрослее. И я, перед тем, как мы помолимся, хотел бы, вы можете сидеть, хорошо, я хочу нечто зачитать, вот так я в Сибири вчера набросал, ну, у меня не было ручки, я Павлу сказал, бумага была, ручки не было, я хотел бы выложить, и просто так нечто я действительно кидал, и даже я вообще такой проповедник, ну, многие меня знают, я могу и стихи просто принести в собрание, и какую-то, знаете, такую, довольно-таки интересную цитату каких-то там классиков и так далее, которые просто вот так ложатся, знаете, ну, Микеланджело мы знаем, да, который творил этот шедевр, имел вдохновение, и Барбаранган говорит, что любой человек, искусство, там, будь то скульптор, художник, музыкант, кем бы он ни был, и, ну, я скажу так уже за Микеланджело, проповедник должен иметь вдохновение. Вдохновение. И поэтому, вот, так всегда приходит, когда нужно что-то набросать, ну, благодарение Богу, что хоть телефон тут вот был, да, и я себе набросал, и Дима взял это место Писания, которое, кому-то, так запустил, да, этой ковровой дорожкой, где Господь сказал Авраам на Толпутие, 15 главе 4 стихе, не будет домочались с твоим наследником, но тот, кто произойдет из чреслов твоих, будет твоим наследником. И, брат Павел там это ухватил, и я тоже ухватил, и, знаете, я уже там прямо пошел в бытие, если быть честным, я пошел еще дальше туда, до бытия, до Бога, который тоже хотел кому-то передать свое наследство, передать эту личность, и, безусловно, задолжен был быть тот, кто был в нем. Ну, как Павел нам подчеркнул, мы сегодня выдаст, да, я думаю, что вы будете благословлены, главное, что мы ухватили эту радостную для всех вам, радостную для всех вам известие, да, страна для них, ну, приятно получать наследник, да, особенностью от Бога. И апостол Павел, знаете, тезка нашего Павла пишет, посланники, Фессианам Брагима вчера зачитывал нам это место Писания, это первая глава, третья, четвертая стихи, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в нем. Не будет домочалец этим наследникам, но тот, кто произойдет исчресок, так как Он избрал нас в нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непророчны пред Ним в любви. И так Он, сказано, избрал нас в нем, да, кто? Бог Отец избрал нас в нем во Иисусе, прежде создания мира. И это означает, что мы были там с Ним в разуме и мыслях Божьих, прежде основания мира. Аминь. Аминь. Мы вчера процитировали эту замечательную фразу пророка. Не бойся, не бойся, молодец, да, вы наследники всего, что я. Аминь. Аминь. Мое всемогущество ваше, да? Аминь. Я не пришел сюда, чтобы принести вам какой-то страх, какие-то недостатки, но пришел, чтобы принести вам дерзновение и любовь. Понимаете? Поэтому пользуйтесь этим всем. Это ваше наследие, пользуйтесь. Каждый из вас спросит, Иисус Аркаф, он говорит, извлеките слово, а я это сделаю, я это совершу. Это для нас действительно, это настолько, ну, приятно слышать от Иисуса самого нашего Господа эти слова, что все возможно, вообще ничего такого, что было бы невозможно. Поэтому мы были прежде основания мира, и это придает избранным вечное качество. И от этого мы никуда не денем. Аминь. Аминь. Потому что ты так же вечен, как Бог вечен. Аминь. Аминь. И знаете, вот вы сейчас все находитесь в присутствии Божьем, поверьте вам. Аминь. А где в Ветхом Завете было присутствие Божье? Оно было во внутренней созавесы. Аминь. Оно не было в этом дворях внешнем, оно не было в святом, оно было в святых танках. Оно было в присутствии Божьей. Почему-то ведь всегда говорил, о-о-о, возрадовался я, когда мне сказали, идем к Иисусу. Аминь. 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 Надя Боровик. Сосибха твоя, так чи нет? Да, вона уже не пришла до Господа. И вона завжди нам читала поэзию, которую она сама складала. Тому, я думаю, все тут розумеют украинскую мову. Дуже добре. Окрім брата Павла и брата Димы. Аминь. 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 Программа. Аминь. Аминь. Поэтому, знаете, я хочу рассказать вам, что мы действительно вошли в этот формат наследия, поэтому давайте мы будем просто чувствовать себя, как тот вождь на плантациях, вернее, сын вождя на плантациях. Помню, да? Очень хорошо. Он был наследником. Не имеет значения, плантация это, тюрьма это, больница это, или же это, я не знаю, болит где-то там, я не знаю, и так далее. Или как вот Дима там рассказывал нам за эти экзотические страны, где он побывал, и так далее. Может быть там, но ты по-прежнему сын царя. Ты наследник всего, что со знаком «плюс». Поэтому, когда сестру Таню я увидел сегодня, я хотел ее подбодрить. Почему? Потому что она уже сидела с таким, знаете, выражением лица, радостным. Я подумал, что если я сейчас немножечко что-то ей скажу, это улыбка еще вот так вот у нее. Сестра тоже очень дорога. Это жена моего хорошего друга. Он тоже уже у Господа, брата Костей, Беляева, да? Поэтому, пророк сказал, должно быть плохое, чтобы дать оценку хорошую. Аминь. И поэтому склады субъективны. Я так закончу, перед тем, как мы подойдем к общей молитве, да, брат Павел уже дальше пойдет по этой дорожке. Я бы с удовольствием сам бы, конечно, прокатился, но почему-то меня тоже переполняют. У меня здесь очень много, да, тут я себе набросал столько всего, что... Но, тем не менее, как бы там ни было, я знаю, потому что это от него пришло. И оно сейчас просто уже перешло к вам, и оно хочет двигать вас дальше. Потому что меня очень всегда, знаете, радовало то, как брат Бранком показал характеристику служителя. Я же так скажу, не столько характеристику служителя, сколько работу служителя. И помним, да, у Проповедей, Страш на стене и так далее. И вот в одной из таких проповедей, Бородима знает, он имеет возможность читать все послание в оригинале. Почему? Потому что, знаете, когда переводы, особенно сегодня, берешь очередной перевод, и там буквально как-то так переводится, что ты бы это сказал вот так. Ну, то есть, как человек видит, так и переводит. То есть, это здесь оригинал, и ты практически вот воспринимаешь... Ты же, Павел, не можешь сейчас воспринять так, как я прочитал по-украински язык с ним, так? Да, да, да. Но если бы я тебе сейчас выдал по-русски это, это было бы совершенно по-другому. Так и здесь, когда Дима в оригинале читает это послание, да, это одно. Когда мы в переводе, особенно сегодня, много переводчиков, много переводов, много разных таких новых слов появилось в нашем человеческом словаре непонятных. Да, да, и поэтому я всегда ценил, ну, я это перевел, собственно говоря, на свой язык и передам вам то, как я это воспринял. Так вот, страшно стене. Он говорит, слушайте, он стоит на стене. Вот стена, и он стоит на стене. Собрание находится под стеной. Да. Почему? Потому что служителю очень хорошо видно, да, приближение врага. Да, да, да. И вот служитель, его задача заключается в чем? Поднять собрание до своего уровня. Да. Да, да. Потом Бог дальше поднимает служителя. Да. Еще для того, чтобы служитель, видя это направление, поднимал собрание опять до своего уровня. Потом еще лучше. Каким образом происходит рост собрания? Да. Но Барбанаха говорит, к сожалению, очень многие служители, они не на стене, а под стеной. Поднимать вместе с собранием, поэтому не видно. Но тот, который призван Богом, тот, который действительно избран Богом, тот, который поставлен Богом на этой стене, он действительно имеет эту способность, человек, имеет это, да, поднять собрание до своего уровня. Аминь. Этот рост, это движение. И мы сегодня уже зашли. Ну, давайте посмотрим на пирамиду, да, как это все двигалось. И те, которые, ну, они, конечно, отсеиваются, отпадают и так далее. Но это уже не та тема. Поэтому пусть Бог действительно благословит всех вас. И в особенности благословит брата Павла в этом служении здесь, если ему, вам, вернее, нам, всем, чтобы мы смогли, да, как те дети Израиля, проснувшись, да, убежать и наслаждаться этой свежей маной, которая только-только спала с небес. Да, 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 да. Советие Господь, нам так же бывает, пускай. Так что я очень рад, что у меня возможность говорить с наследием. Не просто обетование, наследникам не просто обетования, а наследникам уже исполнившегося обетования. Потому что в его разуме это уже все есть. Дорогой Ночь Небесный Отец, мы очень благодарны Тебе за это величайшую привилегию, что стоит сейчас в Твоем присутствии. Мы очень благодарны Тебе за Коя Господа Иисуса Христа, благодаря Которой это стало возможным. Мы благодарим Тебя за тот труд любви, который Ты совершил через Своего Единородного Сына, Нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя абсолютно за все. Мы благодарим Тебя за этот чудесный воскресный день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты помог нам пойти в свое присутствие и наслаждаться этими первыми, которые там, в этой вечности, которые не изменяются, которые всегда прекрасны и которые всегда благоухают. Спасибо Тебе за все. И мы сейчас очень... Мы знаем, что в Твоем присутствии нет места болезни. Мы знаем, что в Твоем присутствии нет места нежного. Мы знаем, что в Твоем присутствии хромы ходят, петли бедят, мертвые воскресают, эти жезлы и роны расцветают, эта мама не портится. Твое присутствие – это жизнь. Это жизнь с большой буквы. Это Твоя вечная жизнь. Спасибо Тебе за то, что волей Твоей, действительно, через предузнание мы вошли. Вошли сегодня, в этот воскресный день, в Твое присутствии. И видим, видим уже эту выпавшую манну. Аминь. Оттуда, с небес. И мы сейчас просто выйдем, чтобы действительно вкусить ее. Поэтому, благослови нашего брата Павла, который просто принесет нам действительно это свежее слово до сегодняшнего дня. И пусть во всем прославишься только ты один. Мы молимся ли об этом с благодарением? Боим Иисусом Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас Господь. Поприветствуйте. Благослови вас Господь. Благослови вас Господь. Я когда-то же в росте греха Ничего о Христе я не знал. Но ждался я Бог и тогда И меня, мой Спаситель, позвал И служите меня правдам. Он сказал, именуя тебе Обещанье свое мне дал Отворил Царство Божие дверь Я свободен, я свободен, я свободен через ствол Кровь Иисуса, кровь Христа Искупила от греха Я свободен, я отел Я свободен через ствол Кровь Иисуса, кровь Христа Искупила от греха Знаешь ты, чей ты сын и я дочь А мне с ней я мгновенно ушла Мой единственный силен помочь Я свободен от всякого зла Даже если я ошибку свершу Есть так рот, что свободно, а мы На коленях ножку принесу Силен Бог меня восстанавливает Я свободен, я отел Я свободен через ствол Кровь Иисуса, кровь Христа Искупила от греха Я свободен, я отел Я свободен через ствол Кровь Иисуса, кровь Христа Искупила от греха Нет, не верь, я в сердце моем Все свое естество почини Я тому, кто свободу дает Грех и в роде Каждый день провожу я фрам Еисус И за все небо благодарю Представитель небесной земли Я с восторгом об этом пою, я свободен, я о нем, я свободен через кровь. Кром Иисуса, Кром Христа, Крутивого греха, я свободен, я о нем, я свободен через кровь. Кром Иисуса, Кром Христа, Верла в небесные места, я свободен, я о нем, я свободен через кровь. Кром Иисуса, Кром Христа, Верла в небесные места. Аминь. Аминь. Давайте еще раз к вам. Наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе, что мы можем Тебя называть Отцом Своим, Господь. Потому что нечто произошло внутри нас, Господь мой, нечто родилось, то, которое влечет нас к Тебе, Господь мой. Аминь. Здесь, Господь мой, находимся, Боже мой, и мы знаем откуда мы пришли и куда мы идем. Благослови нас, Господь мой, Твоим присутствием. Возьми в удел меня, Господь, в удел каждого человека, потому что без Тебя мы ничего не можем сделать, Господь мой. И если ты не благословишь, то что мы можем сделать, Господь мой? Мы молим Тебя, чтобы Ты простил нас, Господь мой, за всякого рода беззаконие, за всякие мысли, слова, реакции, чувства, Господь, которые не были согласны Твоего Слова, Боже мой. Господь мой, очисть Твоей кровью, Господь мой, Боже мой, Иисус, и позволь нам сегодня, Боже мой, соединиться с вечностью, Господь мой. Мы отдаем это так же. Время в Твои святые руки, Господь мой. Как Ты благословил нас вчера, так благослови и сегодня, Господь мой. И за все Тебе слава нашему, единому Богу, Иисусу Христу. Афин. И добрый тоже день всем. Он благословит вас Бог. Знаете, так радостно видеть всех. И знаете, когда смотришь, бывает на трансляции, и показывают видницу, там пару человек, всего лишь это. Сегодня полностью зал забитый, знаете, и это тоже уже радостно, что такой, знаете, Бог устроил праздник. И это правда, как Володя сказал, говорит, это как маленькая конференция, которая собрала нас здесь у Бога. Это было желание, Он предусмотрел это. И знаете, вспоминаешь, это вели на когда мы тут тоже приезжали раньше, там больше нас, конечно, всегда с Витнеса приезжало. И опять зал был полон, и все это, знаете, это всегда был такой праздник для медицкой группы. Я говорю, Бог особенно вас любит. Вот, эти свадьбы в последнее время, как-то было по традиции, мы говорили, что одна, тут вторая, третья, знаете. Вот, все это. Ну, слава Господу, что Бог дал это время нам провести вместе. Вот, здесь я рад, что я со своим братом Димой, знаете, он для меня очень хороший помощник. Вот, можно сочкануть немножко, когда он и есть. Вот, и он всегда готов, брат Павел, отдыхай. И я, говорит, тут за это. И я люблю с ним ехать, это правда, с ним всегда хорошо. У него всегда есть что сказать. И он полон еще энергии. Он в наших уже годах, когда энергия уже не такая, как было раньше. Вот, я помню, когда проезжал. Проезжал, ну сядьте немножко. Проезжал, когда я ездил, особенно Балушку, туда проезжал, знаете, за рулем 2000 километров. Только успевал там в душ сходить. И уже через полчаса переодевался, через полчаса уже проповедовал. И это не было трудно, это было нормально там в этом плане. Вот, и проводил все время одно собрание за другим, беседы за другим. И, знаете, это тогда, ну, радостно, так, знаете, это нормально. Но когда проходят года, проходят определенное время. И, к сожалению, ты устаешь быстрее и восстанавливаешься дольше. А наше тело, оно такое, и наш дух, он такой. Это все стареет, это все решает. Но когда мы начинаем действовать и жить верою, нечто происходит. И мы так благодарны, что Бог нам дал нечто того, что мир совершенно не познал и не знает этого. Точно. И поэтому мы этим хвалимся. И это дает нам силу, это дает нам вдохновение, это дает нам то, что мы можем победить нашу слабость, мы можем победить наше уныние, мы можем победить наше все остальное в этом. И стоять, как брат Володя тоже сказал, знаете, там ночь позавчера вообще не спал, вот, практически. Ну, немного спал, но это и утром встал, голова болит. И такое, знаете, когда не выспишься, еще это, я знаю просто себя уже, меня когда дьякор отпускали, говорит, брат Павел, прошу тебя, только не переутомляйся. Поэтому оно что-то начинает сердце болеть, сердце сдавать и так дальше. Вот, и поэтому я люблю с кем-то ездить в это время. Вот, но я верю, что Господь нас хорошо благословил, дал нам и беседы, дал нам и слово вчера. Ну, и, как брат Володя сказал, мы должны быть внимательными к Духу Святому, что Он хочет. Понимаете, не то, что там, я могу читать, я могу там, знаете, исследовать, ухватить какую-то мысль и так дальше, и, знаете, говорить, прийти сюда, но будет ли это в русле Духа Святого? Поэтому мы должны быть внимательны, как Господь ведет, а на что Он хочет обратить внимание. И в этом ракурсе и оставаться, доверять Ему, что Он нечто дальше будет говорить в этой теме. И я очень благодарен Богу за вчерашнюю вот эту мысль, которая поистине. Это наследие, оно имеет огромное значение. Аминь. Знаете, не имеет значения, кто говорит о наследии. Знаете, может быть, там тот, который там нотариус, там это в этом плане, он, знаете, зачитывает там это, да и там, может быть, он такой некрасивый, там в таком виде, там в такой одежде некрасивый и так дальше. И он тебе вообще не нравится в этом. Но, знаете, а если ты пришел для того, чтобы услышать, что принадлежит тебе, то не важно, как Он говорит, не важно, как Он отец, знаете, как Он рост, как Он телосложение, тебе не важно, что принадлежит мне, сейчас будет зачитано. И ты, знаете, это, потому что ты пришел ради этого, поэтому, знаете, не важно, какой проповедник, какой там мы, какой там Володя вышел, и там, знаете, может вот он такой, знаете, небритый, там, И в этом плане мы можем приткнуться именно на этом. Вы знаете, те, которые пришли для того, чтобы услышать о наследстве, о наследии, что ему принадлежит, ему это уже не интересует. Кто не будет сидеть и критиковать. Так, этот проповедник вот такой-то, этот такой-то, знаете. Его не волнует это, его не волнует сейчас критика от человека и так дальше. Это важно, понимаете. Мы живем в то время, когда Господь нечто говорит, Дух Святой говорит о нашем наследии. Он открывает нам наше наследие. Поэтому, знаете, это главная тема сегодняшнего дня. Может быть у нас какие-то, знаете, у человека мероприятия. Там он гостей ждет, пригласил себе гостей и так дальше у него эта цель. Но, знаете, вдруг он получает, вестник приходит и приносит тебе весть. Ты знаешь что, ты стал миллионером, ты получил наследие. Я только что это прочитал и так дальше. И, знаете, ты уже не будешь даже думать о гостях. Ты не будешь думать о каких-то мероприятиях. Может быть, ты не можешь отложить. Но, знаете, ты на кончике стула сидишь и думаешь, боже мой, я это, мне что-то принадлежит. Интересно, что мне принадлежит. Вы с ней бы эти все дела закончили. И так дальше гостей отправите это. Или ты скажешь, извините, извините, но это время такое, что я должен более узнать больше. Понимаете, это захватывает тебе. Это становится все остальное, становится для тебя второстепенным. А это становится первостепенным для тебя. О, мой Боже, что за познание мы получили, друзья, которые пришли к нам. Не рассказать о какой-то религии. Не нужно рассказать о том, что кому-то принадлежит. Не надлежит, понимаете, в этом плане. А рассказать, чем ты обладаешь. Какое наследство ты имеешь. И поэтому, знаете, пусть Бог благословит нас, чтобы мы это поняли. Чтобы мы могли бы понять, что Дух Святой здесь говорит не о ком-то, а говорит лично тебе. И так дальше. И поэтому, знаете, из всего того, если ты понимаешь, что Дух Святой нечто хочет сказать тебе, то я скажу, ты самый счастливый человек. Понимаете, сегодня будут говорить о моем наследии. Пацаны лучше. И так дальше. Он сегодня вот этот, который будет говорить мне о моем наследии. Пожалуйста, вообще не отвлекайте меня. Мои сейчас мысли только именно о нем, только об этом. Вот так мы должны приходить, понимаете, в этом плане. А не в том, знаете, чтобы что-то, ну что он там скажет. Что скажет, тот проповедник, что там скажет, тот проповедник. И мы из этого всего, знаете, делаем какую-то религиозную программу или там что-то это. Не в этом дело. Поэтому это послание нам нечто пришло возвестить, сказать. Что не было раскрыто другим. Но пришло время сыновства, пришло время усыновления. А если пришло время усыновления, значит, пришло время, когда Господь нам нечто хочет раскрыть. Слава Господу, друзья. Ну что, давайте мы сейчас встанем для слова прочитаем. Это с чего я хочу начать. И потом, как Господь поведет. Просто отдаюсь дальше в его руки. Вот, знаете, бывает одно место, другое место. Да, одна мысль переполняет. И в последнее время, сейчас, когда я был в Киеве, там тоже проповедовал две проповеди. Я такой, сам получил благословение. Знаете, у меня внутри самого борьба, куда идти. Или в ту сторону, или в ту сторону. В этом, но пусть Бог ведет сам и все это соединит воедино. Давайте, я хотел бы прочитать. Из Исаии, 26 глава. Один единственный стих, 12-й. Исаия, 26 стих, 12-й. Господи, Ты даруешь нам мир. Аминь. Господи, Ты даруешь нам мир. Ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Аминь. Вот это да. Садитесь, пожалуйста. Господи, Ты даруешь нам мир. И дальше Исаия здесь пишет, говорит, и все дела наши, понимаете, это Его дела, Ты устрояешь для нас. И если бы Он бы не устроял все дела наши, то бы они и не состоялись бы. Они бы и не выразились. Все дела наши Ты устрояешь для нас. Вот это уверенность в Боге. Вот это, когда ты можешь положить свою веру именно на Него, на Его силу, на Его власть. И еще одно место хотел бы прочитать и с этого дальше начать. Это Осия, 11-я глава, с 1-го стиха. Ну, один маленький такой, даже отрывок не весь, с этого стиха. Потому что Дух Святой Матфея, когда, вы помните, родился Иисус, и когда началось гонение, убивление там всех младенцев, и Дух Святой пришел, ангел и возвестил Марии и Иосифа, чтобы они бежали в Египет. И здесь Матфей, когда пишет это, он говорит, да взбудится Писание. И он ссылается именно на это место Писания. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Пусть Господь благословит. Когда Израиль был юн, знаете, это еще даже не воин, это не в силе своей, еще не в мощи своей. Знаете, когда Израиль был юн, ну юнец, мы говорим, ну ты еще юнец, у тебя еще пушок-то только, может быть, появился и там дальше в этом. Знаете, когда Давид, допустим, пришел туда, когда Голиаф вышел на войну, он был еще юнцом, если так это. Поэтому он еще не мог быть даже воином. Его в армию еще не брали, понимаете? И поэтому эти смотрели на него братья и говорили, что ты сюда пришел и так дальше. Тебе здесь не место. Иди там в свои стада и паси там своих овец. Они смотрели на него. Они воины, знаете, они такие в этом плане. Но здесь именно Дух Святой пообращает внимание. Вот когда Израиль, а Израиль это образ невесты. А невеста это здесь сидит, да? Да, аминь. То есть еще вот в таком вот состоянии. Вот. И он говорит, когда ты был юн, я полюбил его, то есть Израиль. Я уже тогда любил. И из Египта вызвал сына моего. Мы знаем, это говорится об Израиле, когда они были в рабстве и так дальше. Вы помните всю эту историю об Израиле. Вот. И знаете, и Бог наблюдал за Израилем. Они находились в Египте. Чуть-чуть просто хочу нарисовать эту картину, чтобы мы немного поняли больше, чем написано. Чем написано здесь. То есть мы знаем Божью ту благодать, которую он являл его детям. И когда мы рассматриваем Библию, то с Египтом очень много связано святых жизней. Знаете, когда Иосифу его возненавидели братья, когда они его хотели убить, и он был продан, да? И Египет стал его прибежищем. По сути дела, это стало его место, где он стал по правую руку Параона и так дальше. Бог позволит. Именно в Египте Параон, который там правил, он настолько расположился к Иосифу и так дальше. Через его те дарования, которые он там имел. То есть он имел там благословение. Если взять то же самого Авраама, который мы вспоминали, еще будем вспоминать сегодня в этом. То мы видим, когда в земле, которую Бог ему даровал, было голод и так дальше. То где искал прибежища, где искал спасение для своей всей семьи, для своего всего скота, которого он имел и так дальше. И Абрам, он тоже пошел в Египет, помните, да? Чтобы там получить спасение, чтобы там как-то получить ту еду, которая ему была необходима. Мы знаем, что если говорить дальше об этом, о Египте, то по сути дела с Киния, которую построил Моисей, было устроено большинство из египетского сокровища. То есть те сосуды, которые там были и так дальше, они там получили из Египта золото, они там получили все это, и Моисей берет это все, и из этого египетского сокровища, которое они там приобрели, он устрояет с Кинию, в котором пребывал Господь и так дальше. Если взять, когда строил Соломон храм, то из Египта поставлялись деревья и так дальше. Та древесина, которая необходима была для построения этого храма. То есть Египет очень много имел значения для детей Божьих. И мы видим то же самое здесь в рождении Иисуса, когда он родился и так дальше. И когда Ирод узнал в том плане, что есть царь, который должен занять его место и так дальше. И у него настолько это обозлился, и у него желание было его убить и так дальше. То Господь направляет для спасения своего сына не в какую-то другую землю, а говорит, бегите в Египет. Египет это будет ваше место защита, пока весь этот Ирод будет на престоле и так дальше. И Египет стал защитой для Иисуса в этом. То есть смотрите-ка, если мы смотрим именно на Египет, то он имеет особое значение. Если вообще даже читать пророчество про Египта, знаете, то мы очень много можем найти отрицательного о Египте. Даже в откровении мы находим, где Иисус, говорит, был разбит. Написано Содом и Египет в этом плане. То есть много видим отрицательного. Но если еще посмотреть на всю картину, то Египет так же само в конце концов благословляется. И даже, если мне сейчас просто нет этого цитаты, но именно Господь говорит, что в Египте, Египет станет благословением. Он начнет призывать имя Божие и так дальше. То есть и это говорится в этом плане. Но когда мы сейчас говорим о наследии, а это моя тема сегодня, дальше продолжить, то Египет для детей Божьих не является наследием. Какая бы там не была плодородная земля, какие бы там не был Нилы, которые это там разливали, то есть мы знаем, что это именно было благословлено, благословлено. Там были хорошие урожаи, там были хорошие поля и так дальше. Но это не было уделом Божиим. Это не было наследием Божиим. Бог уже дал наследие для детей Божьих. И мы вчера с вами об этом читали. Давайте я еще раз прочитаю, потому что мы призваны к этому наследию. Аминь. И мы знаем, что это то, что Авраам видел по плоти, на что он смотрел, оно только являлось образом. И как брат Володя здесь встал и немножко затронул эту мысль, говорит, мы призваны к наследию нетленному, чистому, невывидаемому, кранящемуся на небесах для вас и так дальше. То есть есть другое наследство. Все то, что мы видим в Писании, особенно в Ветхом Завете, оно являлось только тенью, являлось только образом и так дальше. Но мы призваны. А если мы призваны, то тогда мы являемся его детьми. Потому что его дети, они не могут быть наследниками. Говорит, изгони рабу. Потому что она не может быть наследием вместе с сыном обедованным и так дальше. Они не могут. Они могут получить нечто, они могут получить дары, они могут получить заботу, но они не могут получить то наследие, которое принадлежит Аврааму и семени его. Поэтому, когда мы читаем, давайте мы прочитаем то, что брат Дима вчера прочитал, 15 глава Бытие, я хочу ее опять напомнить. Потому что здесь настолько сильные вещи сказаны и так дальше. Ну, с первого стика, как и он начал, так и я начал. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. То есть, у него мы видим, когда Господь говорит, не бойся, когда он говорит об определенных вещах и так дальше, это слово успокоение. То есть, не бойся, я твой щит. То есть, я буду заботиться о тебе. Вообще, а что Авраам сделал такого? Для того, чтобы вот такое Божие было расположение. Он вообще ничего не сделал. Ну, он был там в этом Вавилоне, он был там среди своих родственников, они там поклонялись идолами и тому подобное в этом плане. Но у Бога было к Аврааму, и будем говорить, он был семенем предопределенным. Бог нечто в него заложил, то, что даже сам Авраам не знал. Ой, я так благодарен, да? Когда мы смотрим на себя и видим, ну, что там, видим, ну, а что мы вообще сделали? Что мы вообще могли заслужить? Или чем мы могли заслужить? А я там в Киеве говорил, разве человек мог заслужить своими делами, чтобы Иисус умер за нас? Чтобы наши верехи были прощены? Скажите, кто-нибудь заслужил в том, чтобы он пошел на Голгофу? И умер за тебя. Вообще мы в этом? У нас даже мыслей в этом не было. Даже желания в этом не было. В этом направлении. Это его дело. Это его благодать, что он сам добровольно, понимаете, не из-за того, что ты хотел, не из-за того, что ты был такой хороший, послушный и может сказать, да, я умру за тебя. Потому что я смотрю на тебя, твои дела такие хорошие, ты так хорошо это, поэтому я пойду и умру за тебя. Нет. Мы не заслужили своими действованиями, своим пониманием, своей жизнью, чтобы кто-то умер за нас. Это его выбор. Это его благодать. Когда мы говорим о наследстве, о наследстве мы понимаем, что является Дух Святой, потому что земля обетованная, это образ Духа Святого, то я могу сказать, а кто заслужил эту землю? Кто заслужил Духа Святого? Какими делами ты заслужил Духа Святого? Какими делами Авраам заслужил Духа Святого? Абсолютно нет. Он вообще ничего не сделал для того, чтобы вот ему было такое, это средство было подарено. Посмотри на юг, на север, на запад, на восход и так дальше. Все вот это, что ты видишь, это все принадлежит тебе, потому что ты, Авраам, столько сделал для меня. Ты такой хороший, ты такой, это, я не ошибки тебе, потому что я выбрал тебе. Не, Авраам вообще ничего не сделал. Поэтому то, что ты получил Духа Святого, это не твои дела, это не твоя заслуга, это опять Его благодать. Мы ничего не сделали для этого, чтобы получить это наследство. Но это Его избранение, нечто Бог видел в тебе и так дальше. Поэтому, когда мы читаем в этом, когда мы читаем обращение Бога к Аврааму, мы понимаем, что мы Его дети. А если мы Его дети, знаете, то мы по роду Его. А если мы по Его роду, то, о мой Боже, друзья, ты вообще ничем не заслужишь Его благодать. Благодать это незаслуженная милость. Мне хочется, знаете, все время забивать. Потому что благодать, она дарована тебе по вере. Благодать, она дарована по вере. Но вера тебе также дарована. Это Его вера. Мы, конечно, имеем веру и так дальше. Мы имеем веру в себя, можем иметь веру в другого и так дальше. Но ту веру Христову, ту веру Его, она должна быть тебе так же самодарована. И она тебе дарована. И теперь, когда она дарована, тогда мы можем сказать, вот, я могу этим уже жить. Правда? Если я что-то имею, я могу там подарить, там, сколько там гривен или там что-то еще там в этом плане. Бог говорит, спасибо, теперь я могу этим жить. Потому что мне это ты подарил. А мне это было необходимо. Я могу этим теперь жить. Поэтому если мне дарована вера, то тогда я могу этим теперь жить, друзья. Я могу этим жить. Потому что мне это было даровано. Я не заслужил это. Это мое, то, что принадлежит мне, а оно именно то, чтобы я что-то приобрел. Аминь. Слава тебе, наш Господь. О мой Господь. Итак, Аврааму мы видим просто здесь разговор Божией благодати. Авраам сказал, ладыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Ерезер из Дамаска. И мы знаем, как Дима вчера напомнил, это образ пророка. И Авраам, который является Сыном Божиим, но мы видим, что он двигается видением плоти. То есть, законом, как мы вчера немножко подметили, есть два закона. Закон Духа и закон плоти. Два закона. И теперь Авраам смотрит законом плоти. То есть, он понимает по плоти. Он смотрит на это и говорит, ничего нету, у меня ничего нету. Я ничем не обладаю. У меня нету того наследника и так дальше. И вот Елизер, который не вышел из моих чрест, хороший парень, хороший человек и так дальше. Понимаете? И он у нас следует все. Но не то, что вышло из меня. О, мой Боже. Знаете, когда апостол Павел говорит об этих всех вещах, и он начинает освещать это, он начинает говорить о семени, он начинает говорить о наследстве. И он говорит, говорит, не как бы о многих. Аврааму было дарован из семени его. Но, говорит, как бы об одном. Потому что всегда центр всего является только один. Один. Знаете, когда Иисус, то есть, когда Господь, этот великий дух, хотел сотворить этот мир, если и творил этот мир, вы знаете, он делал это для одного. Все Писание, все, что мы с вами читаем, это ради только одного. Точно. Это ради Него. Аминь. Аминь. Все ради Сына. Все ради этого семени. Не думай, что ты отдельная такая личность, конечно, и ради меня. Нет. Если ты в Нем, ты тогда получишь. Точно. Аминь. Но не так, чтобы Иисус и я. Да? Иисус и я. Так не бывает, да? Иисус. Нет. Это ради Него. Аминь. Из Египта я вызвал кого? Сына. Сына Моего. Из Египта я вызвал. Он думал. О Нем. Аминь. Потому что в Израиле, как в народе избранном, был скрыт Сын. Понимаете, да? Аминь. Было скрыто это семя. Они, по сути, были, можно сказать, как образ, или будем говорить, как материал. Но в этом материале нечто было сокрыто. Нечто было спрятано. Аминь. Ну, вся слава и честь Ему. Аминь. И если нам что-то говорить, то лучше говорить о Нем. Аминь. Как один проповедник сказал. Знаете, я, может быть, ошибусь в чем-то и скажу, что Он там, ну, в толковании там, что Он там, а Его там нет, чем лучше, когда я говорю, что Его там нет, а Он там есть. Мне понравилось это выражение. Поэтому лучше мы будем все время говорить о Нем. Возвеличивать Его, это лучше, чем говорить, Его здесь нету. Он здесь вообще ни при чем, и так дальше. Слава Богу. Поэтому, знаете, Бог заботился и хранил Израиля не ради Израиля. Точно. А ради Него. Аминь. Аллилуйя. Слава Тихо, на Господь Те Львы. Когда и Параон смотрел на этих рабов, как пророк говорил, Моисей и Параон смотрели с одного окошка. И Параон посмотрел, и видишь, что призренных людей кирпичи там делают в этой грязи. Знаете, даже любой египтянин, он сторонился израильтянина. Он стыдился с ним иметь общение. Да, так и было. А Господь говорит, я не стыжусь назвать их братьями моими. Тоже. Понимаете, вот таких вот, можно сказать, уничиженных, вот таких грязных, вот таких полностью в этом рабстве находящих, полностью связанных. Бог не стыдится и назвать, а это мой народ. Аллилуйя. Он даже называет их своим сыном. Да, мой Бог святой. Аллилуйя. Понимаете, мы бываем настолько стыдимся друг друга, я стыжусь. А почему ты стыдишь? Да он еще в рабстве. В таком-то и таком-то. И так дальше. А Господь посмотрел, говорит, а я не стыжусь. Слава тебе, Господь, Господь. О, мой Боже. Мне хочется быть похожим на него. Слава тебе. Вот я не стыжусь с праведником находиться. Вот мне праведник. Он мне это. Он с хорошим. У него столько дел. Он столько там сделал. Он столько. Вот мне не стыдно с ним. Вы понимаете? Поэтому фараон смотрел, ему стыдно было. Он уничижал. Говорит, я не хочу даже отождествиться с ним ни в чем. Он получил, отпусти, мой народ. Чего надо пускать этих рабов, этих грязных, этих ничтожных, этих неучих и тому подобное. То есть он смотрел с презрением. И говорит, если это народ Божий, Бог говорит, то я с таким Богом не хочу иметь никакого дела. Очень. Какой народ, такой и Бог. Ведь такое у него было представление. Вы понимаете? Да, так и было. На Моисей смотрел они? А это мои братья. Да. Да. И я хочу, чтобы они получили скупление. Я хочу, чтобы они получили освобождение. Точно. Я распознал то время, в которое они живут. И поэтому он жил совершенно другим видением. Моисей. Он увидел лучшие богатства. Аминь. Он увидел лучшее наследство. Поэтому он не захотел жить дальше по плоти, по законам плоти, чтобы сделаться следующим наследником этого трона. Он имел эту возможность. Но он ухватил совершенно другой закон. Закон духа. Его в нем находилась вера, потому что Павел, когда пишет комментарии о нем в 11 главе к Евреям, он говорит, веруй, Моисей. Да. Веру, Моисей, что вера? Вера, она, бульдоши, имеет схватку, как пророк. Вера ухватила нечто. Вера ухватывает. Аминь. Вера, это и есть семя Авраама. Вала тебе, наш Господь. Вера имеет возможность ухватиться за что-то. И так Авраам мы видим здесь. Он разговаривает с Богом. У него еще нет действия веры. И он размышляет по плоти. Или сделал всего наследника. Я больше ничего не вижу. Я не вижу. Он смотрит на свою плоть. Он смотрит на плоть Сары. И она не способна выразить то, чтобы у него был бы наследник. Аминь. Да. Он действует, думает, законом плоти. Аминь. Но в нем находился еще другой закон, о котором он еще не знал. Аминь. Аминь. Закон духа. Закон духа жизни, как апостол Павел пишет. И этот закон должен был действовать. И поэтому, когда мы здесь начинаем видеть, он говорит, в доме Элизера это прочитал и сказал Авраам. Вот ты не дал мне потомство. И вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано. Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником. То есть, тот сын является наследником, как мы говорим об этом. Он произойдет из твоих чрез. Аллилуйя. Разве не так должно быть? Разве не должен быть открыт сын человеческий с большой буквы, который открылся в пророке и который теперь должен раскрыться через невесту? То слово жизни, которое становится плотью, которое и становится наследником, которым и является он. Но теперь это обещано к невесте, что она произведет это, она выразит этого наследника. А наследник только один. Он принадлежит, ему принадлежит только наследство. Далее может быть дары, там что-то еще. Да, но одному принадлежит все, все обетование. Аминь. О, мой Арнез Божий, слава тебе. Вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сочетай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И, брат Дима, хорошо, он тут не пошел в эту сторону. Хотелось бы дальше послушать его, да? А у этих звездах... А пророк идет дальше, да, эти в этом. И он говорит, знаете, Бог сотворил великое солнце. И от этого великого солнца он начал кидать куски. И там звезда появилась, там звезда появилась, там. Потому что все произошло от одного. Аминь. Все произошло через него. А это только образец этого. И он просто игрался, как бы, кидал. И говорит, пусть эта звезда тут остановит. Пусть эта звезда тут остановит. Пусть эта звезда... Что он говорит? Он писал Библию. Аминь. Он писал этот зодиак великий. Аминь. И теперь Господь начинает показывать. Посмотри, откуда это все произошло. Они умели... У них не было другой Библии. Они умели читать звезды. Они знали, как это все происходило. И так дальше. Они передавали, как мы говорили, из... Слышали. Из апатаряка к патриарху. И так дальше. Поэтому Иов, он знал эти прияды. И так дальше. И он передал дальше. Он передавал дальше эту вещь. И так дальше. И теперь Господь начинает показывать ему эту Библию. И говорит, посмотри, откуда эти все звезды произошли. Они произошли от меня. Аминь. А ты являешься этим образом. Вот так будет все произойти. Произойдет теперь от тебя. Потому что ты отец веры. Сминь. Ты мой образец на этой земле. Ты будешь являть мое откровение. Ты будешь являться именно мое действование. И так дальше. Посмотри на это все. Аллилуйя. Слава Твоему. Сочетай двезы, если ты можешь, счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Столько у тебя произойдет из твоих этих чрезв. Столько я произведу из тебя. Аллилуйя. И вот посмотрите. Именно это. Для меня тогда вчера было ключик, что я делился. Авраам поверил Господу. И он менял ему. Это праведность. Авраам поверил. То есть вера, которая была дарована Богом ему. Да. Она была способна ухватить закон Духа. Аминь. Она ухватила, заикарилась не над законом плоти. То есть он начинает с закона плоти, как и все мы. Но теперь переходит к закону Духа. Да. О, мой Боже. Понимаете, если наша вера ухватывает только закон плоти. Друзья, ты не можешь быть праведным. Аминь. Ты не можешь иметь эту праведность. Потому что законом плоти не может вообще оправдаться. Точно. Аминь. Ни один человек. Аминь. Ты не угодишь своими делами, своим законам, которые ты носишь себе, угодить Богу. Точно. Поэтому Авраам поверил сверх того, что говорит закон, которым он жил. Он поверил тому, что Господь может сделать своею благодатью, своею силой, вопреки закону плоти. Которая плоти не могла это выразить, не могла это проявить. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Поэтому мы видим эти, как мы говорили вчера, два закона. В человеке находится всегда есть два закона. Я говорю избран. Да. Закон плоти и закон духа. Да. Поэтому Павел, когда пишет к римлянам комментарии, он говорит, нахожу себе два закона. Да. Один закон и второй закон. И мы знаем именно человек. О, Боже, мне так это нравится. Когда Господь обратил это на это вчера, мое внимание, это это. Когда Господь создал человека. Адама и Еву. Когда он создал их, это первую семью. Он дал им два закона. Итак, если пойдешь вот этим законом, законом плоти, который ты имеешь, ты можешь воспроизводить законом плоти. Я дал это тебе, но ты умрешь. А если ты будешь действовать законом духа, который из дерева познания добра, дерева жизни, ты будешь жить вечно. У него был выбор или идти этим законом, или идти этим законом. И мы видим, что Ева, которая не понимала этих всех вещей, она была обольщена, она была поймана чем-то законом плоти. Зверь начинает говорить, что ты способна выразить. У тебя есть все данные для этого выражения. Ты можешь это сделать. И так дальше. И она увидела, что она может. Она поняла, что она способна. Что у нее есть это возможность. У нее есть эта сила воспроизведения. В ней заложен этот закон. И мы увидим, что это так пошло все человечество. И мы стали смертными. Мы стали больными. Мы стали слабыми. И мы доходим до Авраама здесь. И Авраама, который называется отцом веры, нечто было выражено. То, что сделало его праведным. Он ухватился за закон Духа. Не его дела сделали его праведным. Его вера сделала его праведным. А вера это не что-то такое, которое ничего не делает. Вера ухватывает за что-то. И поэтому он ухватился за закон Духа. Духа жизни во Христе Иисусе. Он отдал в себя это. И Господь, который видит то невидимое, видит то, что находится внутри. То, что находится в его душе. Вот это и есть моя праведность. Я называю тебя праведным. Потому что ты поступил так, как я и хотел, чтобы был человек, так жил от самого начала. Так должен был жить Адам. Так должна была жить Ева. Поэтому ты именно так и начал. Поэтому он опять называется отцом веры. Ой, мои друзья, в этом плане. И Писание говорит, он не изнемог в этой вере. Он не изнемог в этом. Он ждал в этом. Но он не ушел с этого пути. Но мы видим это везде. Мы видим это по всей Библии. Закон плоти и закон Духа. Мы видим это на Давиде. И на Израиле, на Сауле. Саул и эти все воины, которые, они двигались законом в плоти. И они смотрели на этого Гориафа. Они смотрели на этого Виклия и кого-то вольно. Они смотрели на эту силу, которая противостояла. Говорят, мы не можем. Когда Израиль шел в эту обетованную землю, они смотрели законом плоти. Они двигались законом плоти. Но Иисус, Навин и Халеб двигались совершенно другим законом. Ихняя вера ухватила за закон Духа. Мы можем. И своей силой. Мы можем это сделать. Аминь. Больше, чем способны. Да, больше, потому что это закон Духа. Он не основан на законом плоти. Они не могли этого понять, потому что они не были, по сути дела, семенем Авраама. Они были семенем Авраама по плоти. Но не все рожденные от семени Авраама являются наследниками. являются его детьми. Поэтому мы видим Давид. Он смотрит. Он говорит, да я могу этого Галяпа убить. Саул говорит, тебе нужно облегчиться. Блот твою защитить. Ты должен это как-то. Вот тебе, мое. Я в этом ходил не на один раз на бой. И знаешь что? Я имел победы в этом. Я имел выражение. Я имел защиту. Ну, возьми. Может, поможет тебе. И да не знаете, облегся в это плотское одеяние, в этот закон плоти, начинает ходить. О, мой Боже, если ты ходил уже законом духа, и тебя начинают направлять в закон плоти, то тебе будет, знаете, настолько неуютно. Боже мой, это скобая бизда. Да это совершенно другая жизнь. Да, точно. Аминь. И я не хочу в этом больше говорить. Забирай свое. Ходи дальше в этом. Если тебе это дорого. Дайте мне свободу. Аминь. И он пошел к ручу, взял это. И он двигался совершенно другим законом. Да, мой Господь благо. Гидеон, если взять. Да, Боже мой, мы говорим все это. Гидеон там, медненький, обрушенный войсками, не может там идти, и все эти приходят, забирают. Все его там имущество, все его это. И ангел приходит и говорит, Гидеон, муж сильный. Что видит ангел? Он видит в нем закон духа. Аминь. Он смотрит на это. Иди с твоей этой силы и победи. Да куда я пойду? Он смотрит закон о плоти. Я самый меньший. Камена моя самая меньшая. Я в роду самый меньший. Там и тому подобное. В этом. Я не могу в этом. Что мы, что-то такое. Какой муж сильный. Он смотрит себе закон о плоти. И он правильно рассуждает. Потому что так оно и есть на самом деле. Он не врет же. Но он должен был обнаружить себе другой закон. Закон духа жизни. Понимаете? И поэтому ангел его туда и направляет. И Гидеон, будучи семенем Божьим, ухватывает это. И слава тебе, наш Господь. Аллилуйя. Мы могли бы дальше, правда, говорить. А во всех, говорю, в этих всех великих людях. Самсон. Он жил чем? Этим законом. Законом духа. Но что он перешел на закон плоти. Он начал жить с теми, с теми, с теми и так дальше. И начал слабеть. Он начал терять эту силу. И в конечном итоге, он был обстричен. Он перестал иметь доступ к этому закону духа. Его вера, она просто была уничтожена. Он потерпел кораблекрушение в этой вере. Но он был предопределенным всем. И поэтому нечто должно было быть совершено в его жизни. Аминь. Слава тебе, наш Бог. О, мой Божий. Поэтому Павел начинает об этом говорить. И когда мы их слушали вчера, мы еписиане. Да. А в чем еписиане отличались от всех других церквей? Потому что они жили с законом духа. Точно. Эти, коринфяне там, плоти все время все переходили на это. Да. Римляне тоже имели там проблемы. Голланды вообще ушли. С законом. Потому что некоторые проповедники пришли из Иерусалима, очень знатные. И что начали? Утверждать закон плоти. Да. О, мой Божий. Познавший истину, будем говорить. Познавший Иисуса Христа. Цена Иерусалимской, очень важной церкви. Авторитетной. Но они не могли разобраться в этом. Они не могли отделить закон плоти от закон духа. И они пришли и начинают говорить. Так, галаты. Вы должны обрезаться. Вы должны нечто что-то делать. Вы должны это. Что вы тут в этом плане? Вы должны исполнять то-то, то-то. Очень важно. И когда Павел услышал об этом, говорит, галаты. Несмысленные. Несмысленные, да. Вы потеряли смысл. Боже, Святой Слава. Вы начали духом. Да. А теперь заканчиваете плоти. Точно. Вы переходите от закона духа к закону плоти. Да, да. Такие-то. Кто, говорит, ну, шил вам. Пусть, говорит, даже ангел придет другой. Аминь. Пусть будет это. Кто-то будет не проповедовал, да будет это анафема. Аминь. Потому что я, говорит, это принял. Не через учение, не через кого-то. Я принял это через откровение Господа Иисуса Христа. Он уловил этот закон духа. Ведь он был, все время находился под законом плоти. И говорит, по закону. Я не порочен. По закону этого плоти. Вы никто не можете меня обвинить и так дальше. Я лучше всех вас это исполнял. Но в этом не оправдываюсь. В этом нету праведности. Точно. И говорит, все, что я почитал, для меня было ценным. Если вообще это за ссор принял, выкинул. Я даже вспоминать об этом не хочу. И он начинает с законом, говорит, вернитесь. Как вы получили Духа Святого? Через дела ли закона? Или через веру? Аминь. Неужели вы так хорошо начали? И он начинает говорить об одном. Об Агаре, которая находится в рабстве. Да. И Амсаре, которая находится образом небесного Иерусалима, которая свободна. И он начинает показывать это. Знаете, для меня это вчера. Эти главы, я как-то, знаете, все время их как-то вот седьмую, восьмую главу, главу Кремнин недопонимал полностью. Немножко даже боялся, если так сказать. Но когда вчера брат Дима проповедовал, я там сидел, и Господь настолько сошел. И говорит, это твое наследие. Жить совершенно другим законам. Потому что ты мой сын, ты моя дочь, ты можешь жить другим законам, ты можешь побеждать этим законам не своими способностями, не своим умением, не своим пониманием, не такой, что ты такой хороший и тому подобное. Слава Богу, что ты хороший. Или хорошая. Я ничего против этого не говорю. Мы должны быть хорошими. Но хороший ты или плохой вообще не имеет никакого значения. Потому что я вызвал сына моего из Египта. Понимаете, из Египта, из этого места, греховного места, место, где поклонялись всяким идолам. Но я вызвал сына моего. Понимаете, он называет его сыном. То есть, этот сын может ухватить другой закон. Если он сын, он ухватит другой закон. Закон жизни. Поэтому Павел, когда смотрит на этот закон плоти, он говорит, бедный я человек, то избавит меня от этого закона. А у меня ничего не получается. У меня нету тех побед, у меня нет того выражения, у меня нету... Но потом он увидел другой закон. Он говорит, нету осуждения. Нету осуждения. Которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. То есть, другим законам. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Аминь. Он четкое предопределение этому закону дает. Поэтому если мы дети Божьи, друзья, что за привилегие, которое Бог нам дал, он дает тебе другой закон. Поэтому Адам ушел от закона духа, он ушел к закону плоти. И он потерял ту победу, он потерял те способности, он потерял то, что он имел. Да, так и было. Но Господь говорит, я возвращусь. Точно. Я верну. Я пошлю пророка Илью, который что? Который активирует вашу веру. Активирует вашу веру. Для кого? Для чего? Не для плоти вашей. Теперь мы будем лучше всех остальных. Да, теперь мы будем лучше одеваться. Теперь мы будем лучше вести. И так дальше. Теперь я, слава Богу, не тот, как мытарь. О мой Боже. А мытарь говорит, Господи, будь милостив ко мне. Да, да. Аллилуйя. Аллилуйя. И он был милостивым. Аллилуйя. Аллилуйя, да. Слава тебе, наш Господь. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь, как ты велик. Это наследство. Аллилуйя. Михея, вторая глава. Давайте прочитаем. Аллилуйя. Знаете, Египет. Вот здесь не какой-то там, но мы знаем Египет весь. Но Египет, это, по сути дела, закон плоти. Да. Понимаете, Египет был очень могущественным. Это была мировая империя, достигшая определенных высот, определенной цивилизации и так дальше. То есть они могли похвалиться перед всеми другими народами. Мы знаем, и их участие. С увеличением, да. Понимаете? Поэтому Египет, это практически наше плоть. Этот плотской человек, это и есть образ этого Египта, который живет в законном плоти и достигает определенных высот, которыми теперь можешь возвеличиваться перед другими людьми или семьями. А знаешь, а у нас это давно-давно уже нет. И тому подобное. Мы это... Ах, ты еще куришь. Да, я еще курил. Жду закона духа. Когда проявится у меня. Помните, как пророк осудил этого? Он говорит, брат Бранху, я бросил курить. Он говорит, ты плохо сделал. Тебе нужно было дождаться, когда Бог произведется. Я не закуриваю, ни в коем случае. Да, я в ней не могу понимать. Пророк видел совершенно другие вещи. А этот человек своими усилиями теперь он ходит самоуверенный. Точно. Египтянин. Да, да. Но он говорит, я сына вызвал из Египта. Понимаете, вот за этого закона. Я вызвал сына, который живет другим духом. Духом жизни. Я вызвал его. Чтобы он освободился от этого рабства. Освободился от этого закона плоти. Да, мой Господь, дорогой. Аминь. Спасибо тебе, наш Бог. О, мой Боже. Знаете, одно только желание. Возбуждать веру в его силу. Аминь. Его могущество. Есть другой закон. И этим законом живет наш Господь Иисус Христос. Этим законом живут все его сыновья. И этот закон сегодня так же самодействует, как он действовал и раньше. Точно. И этот закон Бог вложил уже в тебя. Аминь. Но нужна вера. Для того, чтобы ухватиться за этот закон. И Авраам, Боже мой, ничего не видя. Никаких симптомов не было. Никаких чувств не было. Вообще ничего не было. Но он ухватился за это. За этот закон, который Господь ему показывал. Так же, как мы слышали об Иове. Иов. И его друзья, которые там сидят. Иов. На этом куча пепла. Убитый. Обравдывающий себя. А эти друзья, которые пришли к нему. Друзья. показывающие, что он по закону плоти виновен. Иначе бы не болел бы. И они спорят между собою, кто по плоти прав. А Господь говорит. А вы эти вообще бессмысленные. Слова говорят. Бессмысла. И знаете, Иов что-то ухватил. И он говорит. Господи. Я однажды говорю. Даже дважды. Но больше не буду. Руку полагаю на устасывание. Он нечто ухватил больше. Поэтому он уплатил закон жизни. И говорит. А я знаю. Жив мой искупитель. И если даже плоть моя будет уничтожена. И праха моего даже не будет. Но мои глаза. Они нечто узрят. Они узрят моего искупитель. Он уловил закон жизни. Аминь. Аминь. А эти себя. Толкуют. Кто из них прав по законам плоти. О мой Боже. Насколько мы можем опуститься. Не понимая самого искупления. И самой праведности. И где она находится. Если Авраам. Получил уже праведность. Еще даже. До жертвоприношения. До сошествия Духа Святого. Он получил откровение. Он вошел в канал жизни. Да, мой Господь. Слава Тебе, Боже Святый. Аллилуйя. Подумайте об этом. Михея 2 глава 12 стиха. Господь здесь дает обетование. Непременно соберу всего тебя, Яков. Непременно соединю остатки Израиля. Совокуплю их воедино. Как овец в оссоре. Как стадо в овечьем загоне. В загоне. Зашумят они. От многолюдства. И вот смотрите. То, что это. Яша, молчи. Ты мешаешь. Перед ними пойдет стенорушитель. Смотрите. Он говорит. Я это сделаю. И я соберу. И он говорит. Перед ними пойдет стенорушитель. Боже ж ты мой. Вот это сила. Дьявол строит стены. И говорит. Ты не превзойдешь это стены. А Господь говорит. А я пошлю. Перед тобою. Это наш Господь. Аллилуйя. Стенорушитель. Спасибо тебе. Дашь Бог. Все. Они сокрушат преграды. О Господь. Войдут сквозь ворота. И выйдут ими. И царь их пойдет перед ними. И во главе их Господь. Аллилуйя. 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 Спасибо. Но он мне нравится это. Аллилуйя. Поэтому этот негр. Да. Который был этот. Настолько отбегал корочки. Даже Библии и так дальше. Говорит. Что ты в это. Вот если он тебе скажет. Чтобы через стену эту перепрыгнуть. Что ты перепрыгнешь. Он говорит. Если он скажет. Он стена. Рушитель пошлет. Аминь. Чтобы тут сделать дырку. И я пройду. Потому что мой царь идет перед мной. И я знаю его закон. Закон Духа Жизни. Во Христе Иисусе. Который устрояет все это. Израиль не мог выйти из рабства. Друзья. Не мог. У него не было силы. Они не были способности. Они были юные. Они не были способности. Но он говорит. Я пойду. И я выведу. И я сделаю это. И я сокрушу этот. Египет. И я разрушу его экономику. И я разрушу ее силы. Я покажу. Что он ничтожен. Но они должны ухватиться за это слово. Они должны ухватиться за это обетование. Они должны ухватиться. Что наш Господь благ. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Два закона. Спасибо. А мы наследники этого закона. Аминь. Этого закона жизни. Спасибо. Аминь. Через его благодать. И. Которую он нам даровал. Он дал тебе рождение свыше. Он родил тебе сына. Аллилуйя. Это слово. Которое является наследником всего. Но этот сын живет незаконно плоти. Аминь. 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 А если это не будет? Если ты не отпустишь? Я убью твоего сына. Первенца твоего. Я так благодарен за это. Знаете. Получилось освобождение. Через что? Через смерть первородного. Вот этого плоти. И один момент. Я знаю, что мы станем полностью свободны. Аминь. Как бы плоть эта не сопротивлялась, друзья. Как бы этот Египет не ставил преграды. Как бы он не накладывал на нас санкции. Как бы эти надсмотрщики не смотрели бы. И усиливали еще законы. Аллилуйя. Это послание пришло. Возвестить. Аминь. Что день юбилея. Год юбилея наступил. Волоняй. 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 А семья Брама может ухватить третий рывок. Аминь. Этот закон жизни. Потому что третий рывок. Это и есть закон жизни. Аминь. Во Христе Иисусе. Это совершенно другого рода закон. Поэтому пророк действовал этим законом. Да, мой Бог. Законом жизни. Его вера могла ухватиться за это. Слава тебе. И это становилось реальностью этой жизни. Того, другого. Третьего и четвертого. Аминь. Да, Господь. Слава тебе. Поэтому. Спасибо тебе, наш Бог. Не бойся, малое стадо. Господь говорит, я твой щит. Аминь. Мой Господь, дорогой. Аллилуйя. Спасибо. Слава Богу. Он позаботится обо всем. Он говорит, я пошлю стенобитную. Аминь. Давайте. Перед тобой. И тебе не нужно будет смотреть как. Он раступил море. Да. Закон жизни. Слава Богу. Слава Богу. Он давал манну. Да, да. Это опять закон жизни. Аминь. Он дал перепелов. Аминь. Он давал исцеление. Аминь. Бедного змея. Он дал битую скалу, чтобы они не умерли от жажды. Да, мой Бог. Кто это делал? Это тот, который их нашел. Тот, который говорит, не бойся. Я вызвал сына моего. Когда он еще был юн, я уже тогда его полюбил. То есть, когда он был слаб. А я уже любил тебя. Аминь. Аминь. Не тогда я тебя полюбил, когда ты стал сильным. Да. Когда ты стал, знаете, вот такими мускулами там был. Вот тогда я тебя люблю. Знаете, его любовь была сильной тогда, когда они были слабыми, и его любовь нисколько не изменилась, когда они стали сильными. Аминь. Тише. Он любил и так, он и любил так. Спасибо, Господь. Слава Богу. О, мои друзья. Мы должны просто полагаться все больше и больше на него. Видеть его везде. Во всем писании. Он позаботится во всем. Он даже использовал, говорю, египетские богатства для того, чтобы из этого построить, построить скинию. Поэтому он использует тебя для того, чтобы показать свою благость и для того, чтобы он мог бы жить тебе. Он использует твои ресурсы. Он использует твой дух. Он даже может использовать твои чувства и так дальше. Он использует все из себя для чего? Для того, чтобы его имя было прославлено. Аминь. Чтобы его Дух Святой жил в тебе. Аминь. Да, мой Господь. Аминь. Слава тебе, Господь. Это наш Бог. Слава тебе, Господь. Я люблю его. Аминь. Я люблю наш Господь. Аминь. 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 Я думаю, что мы хорошо подоптались. Пожевали. Спасибо, Господь. Знаю, что всегда будет борьба. Всегда будет давление. Обязательно в нашей жизни. И в нашей жизни. Для того, чтобы выразился закон жизни в Давиде, нужен был Саул. Да. А в Близи нужен был Голиаф. Должны были эти вот братья, которые ненавидели его. Да. Для того, чтобы выразился Иисус. Должен был Ирод быть. Да. Мы всегда найдем эту двойнюю. Которая находится. Поэтому всегда нужен тот закон плоти в нас. Для того, чтобы выразился Иаков. Должен был быть Иса. Поэтому Ревеха, как мы вчера говорили с вами, она страдала от этого. Как Павел в седьмой главе к римлянам. Говорит, бедная я человек. Я жить не хочу. И Ревеха говорила, бедная я жить не хочу. В момент эти два закона борются между собой. Я уже устал от этого. Лучше бы я и не начинала было в этом. И бывает, мы входим в это отчаяние. Точно. Потому что внутри эти два закона, они все время борются. Да. Но Божие обетование говорит, нет. У Иакова я вас люблю. Аминь. Иакова, который ухватит этот образ закону жизни. Который будет жить по закону жизни. О, он ухватит. Бог уже видел его. А Исаак, который не может ухватить этого. Да, он никак не ухватит. Это бодской человек. Он живет только по плоти. Хороший человек. Хороший. И Иакова, Исаак его любил. Ответ. Да. Почему? Потому что он был хороший человек. Да. Это не был куритель. Это не было это. Да, потом пошел дальше и дальше свои дела делать. И тому подобное. Потому что он должен был этому плоти. Она ничего хорошего никогда не произведет. Всегда будет искать мирского. Всегда будет искать удовольствие. Всегда будет искать комфорта и так дальше. Всегда будет искать фарсизм. Да, да, да. Но если ты предопределенный Богом, тебя Бог развернет, как Иоанн. Аминь. 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 Спасибо. Я хочу, чтобы этот закон жизни был проявлен тебе. Я все приготовил для этого. Аминь. Чтобы эти люди не умерли. Иди возвещай это слово мое. Думаю, ты дадим тебя наш Господь. Аллилуйя. И Иоанн и должен умереть, чтобы увидеть эти характеристики Божьи, которые не желают, чтобы человек погиб, не желают, чтобы народ погиб, а желают дать им жизнь вечную. И они, которые не различают правой руки от левой руки, и говорят, разве не помиловать мне этих людей? Но для того, чтобы помиловать этих людей, должен был быть ты. Аминь. Поэтому должна быть невеста. Для чего? Для того, чтобы атомная война не началась на этой земле. Аминь. Должна быть невеста здесь. В Виннице. Или там прибрежных этих всех в этом районе. Для чего? Для того, чтобы защитить этих людей. Аминь. Которые дьявол хочет уничтожить. А мы видим, что люди просто не понимают и бегут к арсистам лучше. Норвегия лучше, там платье, там защита есть. Нам в Германии лучше. И они текают во все. Аминь. А Бог разместил тебя здесь. Для чего? Для защиты. Кто будет защитой? Аминь. Тот, который удерживает. А кто такой удерживает? Дух Святой удерживает. А где Дух Святой сегодня живет? Аминь. О мой Боже, если здесь не будет Духа Святого, почему атомная бомба упала на Хиросиму и на Гасахеву? Потому что там не было невесты. Да, да. Было бы невеста, там бы не упала. Да, так и есть. Садовы Говора не могли быть уничтожены. Почему? Потому что там был дрон. И он говорит, я не могу, значит, сюда. А они должны быть попасться. Это под суд. Пока если ты находишься здесь, давай беги быстрее отсюда. Аминь. Ну там было бы именно воля Божьей в этом плане. Это был план Божьей, да. В этом я настолько благодарен Богу. Спасибо тебе, наш Господь. Что Бог разместил вас. Когда тогда приехала война, тут текать тоже хотели вовсю. Я благодарен Богу, что мы тогда приехали, поговорили. Да, да, да. Да? Ты начитала, Вера? Да. Я говорю, ну. Сейчас пойдешь читать. Свидетельство просто имеет. И говорит, когда если бы ты не приехал бы, это, все это, вы бы, это, мне была бы совершенно другая судьба. Но Бог остановил. Да, мой Господь. Да. Я благодарен Богу за это. Да. Слава Богу. Богу нужно быть, которые могут быть защитными. Аминь. Аминь. Быть благословением. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо тебе, наш Господь. Спасибо. О, мой Боже. Аллилуйя. Будь Господь вас благословит, друзья. Аллилуйя. Я говорю, поши стеновидную. Стеновидную. Машину. Я пойду, царь говорит, Господь пойдет перед тобой. Аминь. Кого нам бояться? Авраам. Не бойся. Я твой щит. Для кого мы это читаем? Да. Для Авраама. Он уже отжил это. Точно. Но мы сегодня это именем слово, чтобы дети Авраама. Аминь. Слава тебе. И тот же самый Бог пришел, берет эти места Писания и оживает. Оживляет. Оживляет для нас. Да, мой Господь. Аминь. Аминь. Его благодать. Его кровь. Его голубого. И его победу. Аминь. И давайте не смотреть на эту плоть. И давайте не водиться этими законами. Она будет доживать своими законами, друзья. Плоть не переменишь. Потому что Павел говорит, она всегда противится Духу. Ты ее покамешь, мы в этой плоти, друзья. Она всегда будет говорить вопреки закону жизни. Потому что она живет совершенно другим законом. Она рождена другого закона. А если она рождена другого закона, закона плоти, то она будет говорить о плотском. Она будет усовершенствоваться по плоти. Она будет жить интеллектуальным разумом. Она двигается в этом. Но мы не должны были родиться по плоти, друзья. Мы должны были родиться сразу от Духа. От закона Духа. Но слава Богу, что там что-то и родилось уже, правда? А если она родилась не по плоти, то она мыслит совершенно другим законам. Она ищет другой закон. И она не смотрит на это плотское. Поэтому она должна набираться силы, друзья. И давайте так друг другу помогать в этом плане. У тебя получится. У тебя другой закон, брат, сестра. У тебя другой. У тебя получится. Потому что Бог пошел перед тобой. Мы дойдем до освобождения полностью. Мы будем наследниками всех обетований Божьих. Это обетование сегодняшнего дня. Спасибо тебе, наш Господь. Счурный, великим. Слава тебе. Все. Молимся, давайте. Слава тебе. Так что, если жизнь продлится, еще раз соберемся таким количеством, или еще большим количеством, правда? Соберем всех рассеянных, как мы читали Михей, говорит, я соберу всех. И Бог нас собрал, знаете, всех из разных мест. Для чего? Не для Павла послушать, а наследие послушать. Аминь. Павел такой, знаете, как и все вы остальные. Но что у нас записано в завещании, вот это интересно. Аминь. И это дает радость тогда, Боже мой. И мы тогда это преображенно идем и улыбаемся. Я наследник. Ты знаете, я сегодня услышал о наследии. А, тебе надо послушать. Это уже наследие в нас. Это правовой документ уже я имею. Я имею уже право на это. Я имею право жить этим. Сегодня я уже имею право жить через веру, которую Бог мне дал. Аминь. А эта вера ухватилась не за плотского человека. Да. Слава тебе, Настас. Спасибо. Как ты велик. Боже мой, спасибо тебе, Боис. Боже мой. Я благодарен тебе за моих братьев. Я благодарен за моих сестер. Я благодарен тебе, что мы, отец, взяты в твое дело, имеем эту прекрасную веру. Аминь. Которую ты нам даровал, Господь мой. Это семя Авраама, Боже мой. Которая имеет возможность. Это откровение ухватиться за закон жизни во Христе Иисусе. Который освобождает от этого закона греха и смерти. От этого плотского человека. И мы живем в это время, когда мы во мгновение уха изменимся. И мы даже не вспомним больше. Этого плотского человека. О, мой Боже. И как пророк говорил, там даже не будет желез в том теле. Господь, чтобы проявить этого плотского человека. Там будет только человек духа. Там будет этот человек, который создан из этого закона. Мы благодарны Тебя. Спасибо Тебе за все. Любим Тебя. Спасибо Тебе, что Ты был здесь. Спасибо, что Ты говорил. И пусть имя Твое возвеличится дальше. Храни моих друзей, моих братьев и сестер Господь. Господь, тебе только честь, тебе только слава, Боже мой Иисус. Только Ты достоин всего этого. Ты нам дал и веру. Ты дал нам все, Боже мой. Ты возлюбил, когда мы славы, когда мы ничтожны, Господь мой. Ты сказал, я уже полюбил тебя, Яков. И если мы еще будем иметь время на этой земле. Иметь возможность встретиться, Господь мой, здесь или в другом месте, Боже мой, на Украине. То позволь нам, Господь мой, когда мы встретимся, чтобы мы говорили об этом прекрасном. Аминь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Поспусти нас миром. Когда мы поедем с Димой сейчас в Кривой Рог, чтобы привезти эту весть там. Даруй нам то слово. Даруй нам то вдохновение, Господь мой. Чтобы там эта маленькая группочка, Господь мой, твоих избранных, могла подняться в духе. Мы молим Тебя об этом, Господь мой. Чтобы мы были там благословения. Да, Боже. Слава Тебе за все. И меня попросили совершить молитву за Яшу. У него проблема. Пускай там стойте. Вы просто положи руку, а я совершу молитву. У него проблема с недержанием. О, знаете, как проблема. Я вижу недержание в его духе. Все время ведет себя не очень хорошо на протяжении всего этого времени. Оно идет и по плоти в этом плане. Поэтому проблема не только в плотском, но проблема в духовном. В этом плане. Поэтому тебе нужно, Яша, слушаться родителей, папу и маму. И вести себя с уважением ко всем окружающим. Ты когда в собрании, ты не должен болтать. Ты не должен там показывать себя. Ты должен быть тихеньким. Ты должен воздерживаться от своих эмоций, от своих чувств и так дальше. И Господь благословит тебе в этом все. Потому что все это не воздержание. Оно относится именно к этому. Но мы будем молиться за тебя, чтобы Господь тебе это даровал. А родителям дал бы мудрости правильно воспитывать тебя. Дорогой это же Господь. Мы все имеем проблемы в чем-то. И этот ребенок, который только начинает еще свою жизнь. Но родители хотят видеть его благословенно. И мы тоже хотим. О, Господь. Он живет там, где возвещается Слово. Где это Слово проповедуется. Где это Слово слушается. И дай ему расти, Господь, вам, тем мальчикам, Божьим, которые шел бы правильным этим путем. И ты видишь его проблемы и воздержания, Господь, как физическую, так и духовную. Господь, ты в силе все исправить. Мы можем унаследовать наших родителей и так дальше. Боже мой, негатив какой-то. Но ты можешь прервать этот цикл. И мы молим сейчас с твоим народом, Господь мой, с твоими детьми. Мы смотрим на не закон плоти, а на закон духа. Господь мой, соверши то, что может быть невозможно человеку, невозможно родителям, невозможно докторам, психологам, нервологии, Господь мой. Мы молим тебя, ты соверши, Господь мой, то, что не мог совершить Авраам, Боже мой, Иисус мой. Но ты перевел его в другую веру, ты перевел его в другое измерение, в другой закон. И он ухватился за это. Благослови, Господь мой. Этот ребенок еще не понимает, Господь, как он. Он не может отличить право от лево, но мы молим об этой благодати для него. Спасибо тебе за все. Отдаем им твои святые руки для славы имени Твоей и для победы Господь в его жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословить вас Бог.